Специальный фонд президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Телеканал ОНТ, Белорусская государственная академия музыки и Беларусьбанк представляют самые талантливые дети страны в самом масштабном телепроекте года. Талент Краины. В ближайшее воскресенье на главную сцену страны выйдут самые юные таланты. Откроет конкурс вокальная номинация. Ее участники Каролина Васильева, Кирилл Борис и Арина Титова. Эту девочку невозможно спутать ни с кем. Шестилетняя Каролина Васильева отправилась в вокальную студию без больших амбиций, а всего лишь для профилактики хронического бронхита. Но после нескольких месяцев занятий оказалось, что девочка от природы обладает удивительно сильным голосом. Педагоги настояли, с такими данными нужно продолжать учиться. Я здесь пою, а меня слышно на другом берегу. Приблизительно вот такое же у нас и у Каролины. Только все это она делает с большими красивыми жестами. У меня голос никогда не в жизни уставал, потому что я уже натренировалась. Теперь пение – самое любимое занятие Каролины. Поэтому девочка поет всегда и везде, не обращая внимания на обстоятельства. У Каролины очень развит внутренний мир. Она живет в каких-то мечтах, сказках. И иногда это она переносит просто в обычную жизнь. Не всегда, может быть, ее понимают ее сверстники. И она от этого даже удивлена. У нее постоянно какие-то новшества проявляются. Все время что-то новенькое. И мимика, и жесты. И вот у нее какой-то актерский даже талант из нее выходит. Мы даже подумываем ее в будущем отдать тоже в актерскую школу, чтобы совмещать. Соревноваться с такой артистичной Каролиной непросто. Но к своим десяти годам Кирилл Борис уже успел выступить на серьезных сценических площадках. Поэтому также имеет все шансы выйти в полуфинал проекта. История юного артиста началась с хореографической студии, где однажды совершенно случайно ему в руки попал микрофон. Я сначала просто сзади танцевал, потом сказали, иди, там попой тоже в микрофон. Я попел. Потом пошел на один конкурс. Я там выиграл кубок. Потом на другой. И так пошел, поехал. Со штанишек этих маленьких выпрыгивал, я буду звездой. Я сразу не восприняла это серьезно. Прошло несколько месяцев. После того, как я уже убедилась, что его намерения достаточно серьезные, потому что он не отставал от меня, я пошла к педагогу по вокалу, и мы начали заниматься. Сегодня Кирилл – надежда педагогов. Удивительно, но в свои 10, несмотря на все законы природы, мальчик может брать очень низкие ноты, подвластные только взрослым вокалистам. У него есть глубокие красивые нотки. Их, конечно, еще нужно облагораживать, нужно доставать. Но самое важное, что они у него есть. Еще одна участница вокальной номинации – маленький мастер импровизации Арина Титова. Еще не научившись разговаривать, Арина уже напевала запомнившиеся мелодии. И мама, вовремя заметив способности девочки, сразу же отвела ребенка в вокальную студию. Я ее забирала из ясельной грубы в детском саду. Мы с ней пока спускались по лестнице, проходили мимо кабинета музыкального, и она напевала песенку. И пока мы шли по коридору, за нами следом бежала преподавательница, вышедшая из музыкального класса, посмотреть, что это за ребенок. А ребенок это просто удивительный. Если слушать Арину с закрытыми глазами, то кажется, что поет опытная вокалистка. Ведь ее импровизации удивительно точны и необыкновенно профессиональны. Я пробовала это со многими детьми. И сказать, что это легко, это не сказать ничего, это очень трудно. И у Ариши это получается, в отличие от всех детей. Я в своих силах всегда уверена, что победить в Таленте Краины. Мне очень хочется победить со всеми остальными конкурсантами, подружиться. И тоже им пожелать удачи и победы. Услышать этих выдающихся вокалистов и выбрать единственного полуфиналиста в это воскресенье предстоит высокому жюри самого масштабного телепроекта года – Талент Краины. Присоединяйтесь. Воскресенье, 17.40 ОНТ.